Всем добрый день! С вами я, Елена Ронина, и вы на моём канале «Давайте говорить друг другу комплименты». И сегодня я хочу сказать комплимент русской классической литературе и рассказать вам немного о том, что мне нравится из русской классической литературы, что я читаю, перечитываю и буду перечитывать. Я вот так подумала, что всё-таки мои любимые произведения, они из моей юности, из моей молодости. То есть что-то я туда добавляю. Вот сейчас потихонечку добавила Горького, начинаю добавлять Достоевского. Естественно, со мной всегда таким вторым эшелоном и фоном, фоном, скажем, будет идти Тургенев, но на первом месте всё равно будет всегда Анна Каренина. Анна Каренина, Лев Николаевич Толстой. Как мне кажется, что это очень важная книга в жизни любого русского человека и в жизни любой русской женщины, потому что мы все периодически Анна Аркадьевна, в какой-то её период, когда мы влюблены, когда мы выходим замуж, когда мы разочаровываемся, когда мы рожаем детей, тогда, когда нам надо делать выбор. Выбор в судьбе человека, он всегда важен и он всегда очень сложен. В судьбе Анны Аркадьевны это было особенно ужасно и особенно больно, но вот она сделала выбор такой. Для нас это навсегда вот такой опыт чужой. Хорошо, пусть он, чтобы он оставался опытом чужим. Продолжаем. Что я вам хочу ещё порекомендовать? Николай Васильевич Гоголь и его бессмертное произведение «Мёртвые души». «Путешествие по России», «Путешествие по глубинке» и «Знакомство с самыми различными персонажами». Боже мой, «Со школьной скамьи» — наверное, это самое весёлое и самое харизматичное произведение, которое мы читали в школе, где все герои живые, где все герои узнаваемые. Здесь и сарказм, здесь и юмор, здесь и стяжательство, и хамство, и чего здесь только нет. И, конечно, мы на всю жизнь запомним и «Лень Манилова», и «Прижимистую коробочку», и «Скрягу Плюшкина», и «Рубаха парня Ноздрёва». Это всё из нашей юности, всё узнаваемо и всё до сих пор есть в нашей жизни. Кстати, хочу вам сказать, что сегодня очень красиво есть переиздание. Например, вот «Такая ночь перед Рождеством» — это любимая книга моего мужа, и как-то друзья подарили ему на день рождения с роскошными совершенно картинками, хорошо изданная. Как приятно читать такую книгу. Если мы говорим о красиво изданных произведениях, вот ещё то, что я нашла в своём книжном шкафу. На самом деле книжка не моя книга, которую получил на день рождения мой младший сын. Ну, как мальчик читающий, вот как-то одна девочка подарила ему, долго думала, что бы ему такое подарить, и подарила роман в стихах Евгений Онегин, Пушкин. И, конечно, мы никогда в жизни не забудем, как начинается этот роман. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог». Татьяна, мы, прочитав этот роман, на всю жизнь запомнили, что когда-нибудь мы скажем «А я другому отдана, и буду век ему верна». Или как у Дубровского, поздно Дубровский, «Я жена князя Верейского». Роскошное произведение, произведение на все времена, то, чем жили и будем жить, то, что очень и очень нравится всем, и опять же учебник нашей жизни, Евгений Онегин. Конечно, он всегда будет с нами. Следующим номером нашей программы – это Чехов. Сразу вам скажу, что я не люблю пьесы Чехова. Для меня они длинные, занудные, и мне кажется, что режиссер пытается самоутвердиться. Это исключительно моя точка зрения. И режиссер пытается как-то себя показать с другой стороны. А я тоже могу. А я думаю, что Чехов хотел сказать вот это. «Рассказы Чехова», обычные рассказы Антона Павловича Чехова, Антоши Чеханте, где понятно, что мы все можем периодически оказаться в смешных и нелепых ситуациях. И надо посмеяться над собой и идти дальше. Для меня Чехов – это вот что. И мне кажется, это очень здорово. И это очень современно. И над этими рассказами можно и смеяться до слез, и немножко можно и взгрустнуть с Антошей Чеханте. Но в любом случае это всегда хорошее настроение. Антон Павлович Чехов. «Рассказы». Ну и топ-5. Это не замыкает. Это, вы знаете, было и будет. Это где-то в середине. Но романтик Лермонтов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Я практически каждый год бываю на Кавказских минеральных водах. И каждый раз я еду в Пятигорск и поднимаюсь на гору Машук и думаю о Лермонтове, о том, как это вообще всё здорово и какие у него необыкновенные стихи. Но я люблю его прозу, герой нашего времени – Печорин. Во-первых, это, конечно, Кавказ с его красотой, с темпераментом. Это кавказские мужчины, которые знали толк в чести и достоинстве. Ну и, конечно, Печорин, в которого мы все были немножко влюблены. И вот, прочитав вот этот самый роман или, значит, повести и Белла, и Тамань, и Княжна Мэрия, и Фаталист, мы понимаем, что, ну да, можно влюбиться, в конце концов, в плохого человека. Такое бывает, такое случается. И многие достойные женщины попадали в эти ловушки. Это жизненный опыт. Такое в жизни случается, ничего нет в этом страшного. И как-то всё равно понимаешь, что не обижаешься на этого человека. Но вот он такой, его жизнь таким сделала, и у него были на это причины. Поэтому герой нашего времени – Михаил Юрьевич Лермонтов. Я вам тоже его от души рекомендую. Вот это моя пятёрка лучших книг русской классической литературы. Толстой Анна Каренина, Лермонтов – герой нашего времени, Гоголь – мёртвые души, рассказы Чехова и, конечно же, Евгений Онегин, Пушкин. От души желаю вам читать русскую классику. От души рекомендую периодически к ней возвращаться. Это важно. Читайте сами. Советуйте своим детям. Советуйте своим мужьям и близким родственникам. Читайте друг другу вслух. Читайте на ночь. Читайте по ролям. Читайте по главам. Мне кажется, это очень здорово. Это сближает. С вами я, ваша Елена Ронина. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Надеюсь, что было полезно и интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!